Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Хочу обратить внимание, что идет не только о выкрадании Бурштину, как это часто делают разные напевбандистские организации, но и о их взвезении в центр города. Вы знаете, что весь вылеченный Бурштин правоохранным органом Волинской и Житомирской области привозился до террориста за межу и предательностью, который находится в колышнем ресторане «Остория». Фактически там банковская система зберегания камень. Следующим и оперативным шляхом встановлено, что это камень разградалось, або подменивалось, або взагалі не привозилось туда. Следствие обладает достаточно количеством видео- и аудио-доказов того, что эти злочинцы взмолвали, выкрадали это камень. Они чётко обговорюют на записах про те, сколько кому, какие пропорции, какие суммы, який день. Думаю, что это будет достаточно голосная справа, которая подерве організованную мафию по Янтарю тут и дасть чёткий сигнал. Верховная Рада Украины наконец-то мает ухвалить закон, который поставит этот видум от Янтаря в законное русло, из которого государство и местное самовъюдувание будут получать законные деньги. Сколько часу тривала эта операция? Разрок, если можно. Разрок, если можно. Разрок, прошу. С квитня месяца активная фаза расследования происходила с засобами и силами всех трех правоохранных органов. Слідчие и військовая прокуратура зареєстрували проведение, выписывали, в связи с учебниками председательного законодательства, в связи с учебниками, которые проводили оперативные работники, и сегодня, с дотриманием безпрецедентных средств дезинформации, нам удалось не допустить обозначение этих людей, которые сегодня затриманы, у кого проводятся обшуки, про то, что сегодня на территории Ревенской области працюют более 400 оперативных работников. Вокремя, хочу сказать, что только співпрация всех правоохранных органов дала такие результаты. Сейчас спецтранспорт Нацгвардии, который предъявленный министром внутренних справ, специально под эту операцию транспортует всех затриманных в место Киев. Один из основных финансовых гаманцов этой схемы сегодня перебывал в Киеве, проводил очень сложные и коммерсийно принадлежные для хабарников перемоги, про облаштование филиалу этой злочинной организации в месте Киеве. Он затриман работниками службы безопасности, посреди заключения соответствующих незаконных угод. Чи можно говорить про то, что когда выкрали это угруппирование, про то, что будет найдено у весь той бурштин, который раньше был в милиции, сохранился, потом еще в одном месте и уничтожил. Чи найдут его? Было. За весь период. Ну и просто хочу сказать, чтобы они специализировались только на выкрадении того, у кого выкрали, или вообще ничего. Нет, вообще система работала не только на то, чтобы, скажем, выключали или подменяли ранее выключенный бурштин. Система работала как крыша. То есть правоохранители крышовали незаконный выработок, в том числе бурштину. И скажем так, Анатолий Васильевич сказал про то, что с квитня, но это уже в рамках НСРД. Я хочу добавить, что разработка злочинцев началась значительно раньше в рамках оперативно-розшуковой справки. Только как они работали достатнюю кількість доказовой базы, было зареєстровано криминальное проведение, в рамках криминального проведения уже проводилось документование злочинных действий этих злоумисников. Выключены будут, я думаю, значительные объемы бурштину, мы даже не деколькасот килограмм, значительно больше. Ну, пока говорить заранее. Кроме того, как говорил генеральный прокурор, сейчас проводится больше 120 обшуков одновременно. Я думаю, что потом будут взяты санкции, после дания певными советскими по этому криминальному проведению, количество обшуков еще возрастет. То есть, сегодня обшуки все не закончены, не будут закончены, это однозначно. Ну и хочу сказать, что это действительно приклад очень хорошая, что это очень хорошая, это очень хорошая связь между нашими ведомствами. Ситуация на контроле судов, судов по президенту Украины, и прецедентами подобных проблем. Мне кажется, это тоже на судне, мы можем назвать Украиной. Главное, что все, что сегодня на Рівненщине, работали не силами местных правоохранителей. Фактически все силы были приданы из других областей, из Киева, местных, 40 сотрудников Центра специальных операций Альфа для захода и для затримания наиболее серьезных объектов. В частности, один из руководителей ГУНП в Ливненской области в Певничном районе работал в тече, менял машины, был затриман. И там уже должны быть фото на сайте. Какое покорание может ждать? ГУНП в Ливненске, 255-е. Это не случайная организация, это вижу серьезно. Дуже много там статей, и хочу наголосить для тех, чтобы все, кто смотрит на жителей Рівненской, Житомирской, и других областей, хочу сказать, представители правоохранительных органов не пошли за теми людьми, которые выдобывали и, вибачте, дотрачивали на этих стоимцев и хабарников. Сегодня затримана, как сказал Генеральный прокурор, самая верховка крашевального бизнеса, которая получила из каждой помпы, это не таемница для жителей, Полиция получила из каждой помпы целые видомости за каждый тиждень работы. Сегодня, в последние дни передачи частины этих денег, в последние дни была проведена реализация.